Серёжа пришёл, первый раз на молитву ночью, сел возле дверей и думает, как бы мне найти причину, чтобы прийти ещё раз и доказать этим старушкам, что Бога нету. Так мечтал Серёжа Марченко, потом рассказал. А тут кто-то сказал, что хозяйке часы в будильнике не работают. А Серёжа говорит, что я справлю. И думает Серёжа, что уже есть причина прийти второй раз, я им докажу, этим бабкам, что Бога нету. И, Серёжа, тогда в Римнице были киоски, будки такие с книгами, там книги прозвольтся, там, там, и библиотека была. Серёжа целую неделю ходил, собирал книги Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса, всех. Собирал целую кучу, читал целую неделю. Всё, заправился, теперь я им докажу, что нету Бога. Пришёл, дал будильник. Сестра одна начала читать. И говорит, будем молиться. Брат Серёжа, вставай на колено. А брат Серёжа встал на колено, а нога сильно болит. Он поднял ногу чаще, чаще опять. Опять не может встать, опять не может. Так мучается с этой ногою. Как называть болезнь сильная. Раньше такой болезни не было и до сегодня, а сегодня не может встать на ногу. А сестра, которая читала Слово Божие. Сёстры, будем молиться брата Серёжа, чтобы Бог исчелил его. Я забыла, как называется, то, что бывает, нога так сильно болит, что невозможно. Судорога? Судорога, может? Да, да, да. Молились, молились, встали. А брат Серёжа говорит, боишься нас с мамой Бог живой. Все труды его пропали. Целую неделю трудился, а тут Господь его исчелил. И он поднялся и сказал, воистину славы Бог живой. И с тех пор Серёжа начал ходить на собрание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok